Еще раз добрый день. Позвольте представить вам информацию о популяционном раковом регистре Республики Татарстан. Как это? Куда направляется? Вы видите, на карте представлена Республика Татарстан, которая представлена 44 районами Республики. И население составляет 3 миллиона 855 тысяч, чуть более. Из них мужчин и женщин представлены на слайде. Республиканский онкодиспансер представлен в городе Казани и имеет филиалы в крупных городах Республики, как Набережные Челны и Альметьевск. Кроме того, имеются онкологические отделения, представленные в Зеленодольске, Вуинске, Чистополе и Нижнекамске. В каждом районе имеется первичный онкологический кабинет. Всего их по Республике 76, то есть, как я уже сказала, 44 на районы Республики и остальные на города. Это Челны, Альметьевск и Казань. Организация канцерегистра представлена на слайде, просто попыталась представить ее схематически. То есть, информация попадает из онкологических кабинетов, межмуниципальных онкологических отделений, непосредственно из госпитального ракового регистра онкодиспансера, а также из базы данных Тарстанстата или ЗАГСов. И на основании данных ракового регистра уже формируется федеральная отчетность. То есть, здесь мы видим, что из онкологического отделения к нам поступают извещения, так называемые первичные, и протоколы запущенности. Из межмуниципальных онкоотделений, там, где пациенты уже проходят определенные виды лечения, кроме извещений, к нам поступают выписки и также протоколы запущенности. И из госпитального ракового регистра мы получаем выписки о лечении, эпикризы посмертные, если произошла смерть в стационаре, результаты гистологических исследований из нашей лаборатории, ну и также извещения из наших поликлиник. Техническая информация, вот программное обеспечение, используемое для ввода данных, оно здесь написано. Я, к сожалению, никакого технического образования не имею. Наши айтишники мне его написали, вот, если кто-то понимает, разбирается, да, просто мы на нем работаем как пользователи. Более подробно я сказать об этом не могу, к сожалению. На данном слайде представлены показатели заболеваемости и смертности в Республике Татарстан, стандартизованные. В этом году у нас впервые у мужчин на первое место вышел рак предстательной железы. Ну, у женщин на первом месте рак молочной железы, как и везде. В целом популяции на первом месте рак молочной железы, на втором кожа и потом идут уже легкие. Проблемы, которые связаны с регистрацией. Здесь я озвучила на последнем месте, который написан на слайде, но, наверное, не на первом месте, которое реально существует у нас в регионе. Проблема – это отсутствие постоянной технической поддержки фирмы-разработчикам, которая устанавливала и разрабатывала нашу программу. У нас все первичные онкокабинеты, онкоотделения и, соответственно, диспансер оснащены онлайн компьютерами, автоматизированы рабочими местами. И все, что делает врач первичного онкокабинета, тут же отслеживается в оргметод-кабинете онкодиспансера. И, соответственно, наоборот. То есть это была целая огромная, большая программа, в которой мы работаем вот три года, четвертый год. Но, к сожалению, фирма-разработчик, с которой мы работали, она приказала долго жить. И мы остались на данный момент без технической поддержки. Это очень чревато. То есть это одна из наших самых больших проблем. Ну, еще есть проблема у нас такая, как снятие с учета онкологических пациентов, причиной смерти после которых послужило другое заболевание. Потому что при работе с торстонстатом, имея возможность доступа к данным, те пациенты, которые скончались от рака, они выбираются и выписываются. А вот если причиной смерти послужило другое заболевание, то вычленить этого пациента очень сложно. Но еще одной из проблем является регистрация больных, онкогематологических и нейроонкологических пациентов. Потому что таких отделений специализированных в нашем диспансере нет. Они проходят диагностику и лечение в других учреждениях и очень часто до нас не доходят. И, к сожалению, обмен информацией происходит с данными службами у нас немножко тяжеловато. Ну и еще есть кадровая проблема, которую я не написала, но она существует. Врачей в оргметод-кабинете, в частности в раковом регистре у нас катастрофически мало, и на такие объемы не хватает. Вот это вот такие глобальные проблемы, которые перед нами стоят, которые мы пытаемся как-то решить. И после сегодняшнего форума мы надеемся, что какие-то ответы на вопросы мы сможем получить. Благодарю за внимание. Вопросов нет? Вопросы? Вопросы у кого-то? У вас? Туша. Арен? Я бы хотела просто сделать комментарий. Это просто комментарий. Во многих регистрах очень сложно собрать на самом деле данные по гематопоэтическим заболеваниям, потому что они обычно в других отделениях лечатся, очень много госпитализации там. И это один из моментов, который является проблемой не только для вас, для многих регистров. И я бы хотела бы сказать, что, пожалуйста, когда вы представляете какие-то проблемные моменты, мы тоже будем комментировать, конечно. Если у вас какой-то путь, как можно решить эту проблему, если какое-то решение есть, то, пожалуйста, скажите, сделайте комментарий. Я бы хотела просто сказать, что эти презентации не только для нас, это для всех вас, чтобы вы поняли, как эта работа состоит, какие проблемы у вас общие, не общие, специфические, чтобы вы говорили между вами. И мы хотим, насколько можно понять вашу работу, чтобы мы сможем помогать. И вам тоже помогать. Все же вы экспорты в своих местах, и вы должны тоже говорить между вами, как у вас эти проблемы. Так что презентация – это не только для нас, для вас всех. Спасибо. Тогда я попробую тогда сказать решение, как мы пытаемся сейчас решить проблему, в частности, с нейроонкологическими пациентами. То есть совместно на заседании онкологов и нейрохирургов мы разработали приказ маршрутизации нейроонкологических больных, нормативы, которые должен врач-нейрохирург, как заполнять извещение. Еще раз все это прописали. Но вот этот приказ только недавно родился, и как он будет исполняться, мы пока еще не знаем.